МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордное количество пловцов, больше 800, собралось на базе 2-й детско-юношеской спортшколы. Там стартовал краевой турнир по плаванию в памяти сочинца Хариса Хафизовича Юничева, первого советского пловца, завоевавшего олимпийскую бронзовую медаль по плаванию в Мельбурне. Кстати, победное время бронзового призера Олимпийских игр в дистанции 200 метров брас уже давно стало показателем первого взрослого разряда. Многие пловцы из Краснодарского края проплывают эту дистанцию за более короткое время. Данный краевой турнир мы проводим с 93-го года. Это уже наш традиционный турнир, на который, скажем, годом приезжает все больше и больше народу. В этом году у нас рекордное количество, даже для всего края 879 человек заявлено. 10 городов края у нас представлено на этом турнире. Количество команд от города не ограничено. Город Краснодар привез 5 команд. Из Сочи у нас 6 команд участвуют. Много детей приехало. Возрастная группа мы сделали самую большую, от самых маленьких это от 8-летних и заканчиваются 14-летними. Очень много заплывов. Сегодня последний заплыв у нас будет в 9 часов вечера, потому что очень много участников, все хотят поучаствовать, завоевать призовые места. Также у нас есть специальный приз в памяти Хариса Юничева. Это кубки, которые предоставило Министерство спорта Краснодарского края. Грамоты, медали будут, награждения в каждой возрастной группе. Три дня наши соревнования будут длиться, победить сильнейшие. Дистанции у нас 200, 100 и 50 метров. Сегодня все спортсмены у нас клубят 200 метров. Начали мы с той дистанции, на которой Харис Юничев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх. Это 200 метров брас. Это первая олимпийская медаль по плаванию, которую наш спортсмен с Советского Союза привез в нашу страну. В краевом турнире по плаванию участвуют команды из разных городов Краснодарского края. Большая часть спортсменов из Краснодара, Кработкина, Геленджика и Сочи. И, по словам организаторов, наши спортсмены показывают хорошие результаты. Старшая возрастная группа у нас плывет неплохо. В принципе, результат уже конкурентоспособен. Да, они еще маленькие, им еще расти и расти, но есть звездочки, которых надо развивать и поддерживать. Во всех дисциплинах у нас сейчас плавание на подъеме. Сейчас у нас в Саранске проходят соревнования. Там у нас даже сборная команда Краснодарского края в эстафетном плавании заняла первое место по всей стране. Старшая возрастная группа у нас, мы рассчитываем, что будет выполнение кандидатов в мастера спорта на этих соревнованиях. Будет присвоение, которое возможно, потому что количество судей нам позволяет. Мы надеемся, что несколько кандидатов в мастера спорта появятся после этого турнира. Ну, это один из турниров, который является подготовкой к таким знаковым соревнованиям, как первенство и чемпионат. То есть через два месяца уже идет у нас первенство и чемпионат зимний. Ребята начали тренировку с сентября, уже какие-то результаты должны показывать. Ну, промежуточный результат уже должен выходить на пиковую форму. В связи с тем, что сейчас во всех городах и селах построили фоги, плавательные бассейны, конкуренция возросла. Количество занимающихся плаванием очень возросло по краю. Поэтому здесь уже приходится бороться, чтобы попасть в сборную команду. Да, есть и у нас сборная, но и хорошие ребята в крае есть, конкурентоспособные. Они уже показывают достойный результат. За последние несколько лет уровень плавания, результат плавания очень сильно вырос. Все больше и больше высоких разрядов спортсмены школьного возраста. Потому что начинают выполнять мастера спорта, когда ребята 10-11 класс. Кандидатов в мастера спорта выполняют 7-8 класс. Встречаются такие уникальные ребята, которых надо развивать и поддерживать. Третья дорожка дисквалифицирована, не завершение дистанции. Остальные результаты официальные. Начинаем дистанцию 200 метров в раз юноши. На старте 10-й заплыв. Третья дорожка дисквалифицирована, не завершение дистанции. Третья дорожка дисквалифицирована, не завершение дистанции. Соревнования 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 Обязаются судить соревнования по правилам, не судите спортсменов, а именно судите соревнования Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта – плавания Если спортсмены нарушают эти правила, то следует незамедлительная дисквалификация Так, например, на дистанции 200 брас, где разыгрывается специальный приз, основное нарушение, которое могут допустить спортсмены, это касание стенки бассейна на повороте одной рукой. Согласно правил соревнованиям, касание в способе брас должно производиться двумя руками одновременно. Пока на сегодняшний день было всего лишь две дисквалификации, поэтому уровень спортсменов хороший, высокий, они не допускают нарушения правил. К сожалению, была одна дисквалификация за то, что девочка вышла на соревнования в браслетах. Это тоже запрещено, потому что любой браслет, часы или еще что-то может рассматриваться как оказание технической помощи во время прохождения дистанции. Все спортсмены должны принимать участие в равных условиях, в равных возможностях. У нас есть способ плавания, называется вольный стиль. Вольный стиль, само слово, вольный, оно подразумевает равные возможности для всех участников. Все участники, независимо от их подготовки, имеют право принимать участие в соревнованиях на этой дистанции. Вольный стиль, то есть спортсмен по ходу дистанции может менять способы плавания, плыть как ему удобно. Здесь соблюдается олимпийский принцип, участие для всех, участие равное. Единственное, за что могут дисквалифицировать в вольном стиле, это фальстарт или если спортсмен идет по дну бассейна. Все-таки спортсмен, пловец должен плыть. Ходить по дну бассейна нельзя и делать фальстарт нельзя. Если мы проведем аналогию с олимпийскими играми, которые были в древности, то как раз-таки там за фальстарты очень даже жестко наказывались спортсменами, вплоть до того, что их могли бить розгами. С последующим уже отстранением от соревнований. В наше время такого нет. Мы проводим все по правилам, в соответствии с правилом. У нас хороший тренерский коллектив, который готовит спортсменов. Они не просто участвуют в соревнованиях, они именно готовят их. Дети плывут правильно, дети плывут быстро и радуют своих тренеров. Краевой турнир проходит в течение трех дней. Эти соревнования дают возможность участникам набраться опыта, повысить свой спортивный разряд и войти в состав сборной края для участия во всероссийском турнире. В соревнованиях представлены все стили плавания. Девятилетняя Катя Разенкова недавно тоже участвовала в краевых соревнованиях, но там ей не удалось получить первый разряд. Я на дистанции седьмой, по своих соперникам. Я хочу их обогнать, чтобы получить первый разряд, потому что мне не хватило еще одной секунды на Красной Поляне. Какие дистанции ты проплываешь? На спине кроли, брасом, по сколько метров плаваешь? Я все брасом, 225, 50 и все метры, которые есть. Ты первые ли принимаешь участие в этих соревнованиях? Нет, уже давно принимаю соревнования. Скажи, пожалуйста, что для тебя еще эти соревнования значат? Что ты здесь получаешь? Опыт там или что? Я здесь получаю опыт, как нужно плыть и все. А вот восьмилетний Артем на точь и собрал все силы на старте и показал лучший результат в своей возрастной группе. Дистанция мне очень понравилась. Она довольно нелегкая. Ну, мне кажется, главное рассчитать силы. Ну, соперники были сильные очень. Для другого краснодарского спортсмена этот краевой турнир был особенным. Сегодня у меня день рождения, мне исполнилось 10. Я рад, что приехал в эти соревнования. Работа была сложная, но я справился. Уже второй раз приехал с очень соревнованием. Для меня особенно, потому что у меня день рождения, и я выиграл первый раз. Я этого не отжидал, потому что вроде я приплю вторым. И на день рождения я себе сам подарила подарок, победу. Я хочу сказать спасибо маме и папе за то, что они привозили меня на тренировки. И, конечно же, моему тренеру, что меня он так хорошо тренировал. В первый день турнира участники проплывали по 200 метров. Кстати, именно в дистанции 200 метров брас в 1976 году и отличился Харис Юничев. Харис Юничев был призером Олимпийских игр на дистанции 200 метров брас. Поэтому традиционно на этой дистанции, на этих соревнованиях разыгрывается специальный приз. На протяжении многих лет эта дистанция была престижной. Дети всегда стремились принять участие именно на дистанции 200 брас. Сегодня в первый день соревнований самая первая дистанция – это 200 метров брас, на которые наши спортсмены поборются за специальный приз. Для сравнения хочу сказать, что в 1976 году Харис Юничев проплыл за 2 минуты 32 секунды. Этот результат позволил ему стать призером Олимпийских игр. На сегодняшний день этот результат всего лишь первый взрослый разряд. И для того, чтобы в наше время стать призером Олимпийских игр, надо плыть уже на 30 секунд быстрее. Но нам есть чем гордиться. На этих соревнованиях фиксируется лучший результат соревнований. Город Сочи ведет статистику этих мероприятий. В принципе, можно ознакомиться с победителями и призерами этих соревнований за много лет. На этих соревнованиях спортсмены могут выполнить спортивный разряд, если будут соответствовать требованиям ЕВСК. Старшие спортсмены у нас уже плавают на уровне кандидатов и мастеров спорта. Перспективы для этих детей, которые занимают, как правило, первое, второе, третье место, они становятся интересными для старших тренеров сборной команды края. Эти тренеры отсматривают этих детей, приглашают их на тренировочные мероприятия. И по мере того, как эти дети прогрессируют, реализуют себя на соревнованиях различного уровня, попадают в сборную команду и выезжают уже на соревнования в составе сборной края, на первенство России, на всероссийские соревнования. И с гордостью, честью и достоинством представляют наш Краснодарский край. Сегодня в первый день разыгрываются дистанции 200 метров брас, кроль, спина, батерфляй и комплексное плавание. Завтра во второй день разыгрываются дистанции 100 метров и в третий день все дистанции 50 метров. С учетом того, что в соревнованиях принимает участие более 800 спортсменов, в четырех возрастных группах соревнования начинаются в 8 утра и ориентировочно будут заканчиваться в 9 вечера. Дистанция 200 метров, она не быстрая, она занимает определенное время, поэтому соревнования сегодня, да, будут долгими. Дистанция в третий день, приходите, посмотрите, дистанция 50 метров, она быстротечная, динамичная, эмоциональная, проходить будет быстрее, позитивнее, интереснее. Лучшие результаты зафиксированы на всех дистанциях, предусмотренных краевым турниром. Награждение победителей прошло по итогам каждой дисциплины и в каждой возрастной группе. Ну а что касается дистанции 200 метров брас, то среди девушек лучший результат показали спортсменки из Сочи и Краснодара. Среди юношей лидировали пловцы из Лобинского района. Сочи и Краснодара. Сочи и Краснодара.